Во времена Великой Отечественной войны у нашего народа была общая цель – победить врага. Но делали это все по-разному. Одни сражались на фронте, другие трудились в тылу. Отдельная задача стояла у людей искусства. Они поддерживали всех своим творчеством. Сочиняли стихи, разыгрывали сценки и писали картины. Те страшные времена прошли, но сегодня мир также ведет войну. Войну с коронавирусом. А на поле боя – врачи. Проводился союз художников Республики Бурятия с предложением о том, чтобы они хотели бы организовать мероприятие признательности врачам, медицинским работникам, которые полтора года уже борются с ковидом. Эту инициативу поддержали в Национальном музее Бурятии. Так, совместными силами и была организована акция «Художники Бурятии – врачам». 20 художников, 20 картин и 20 врачей, которым сегодня вручат памятные подарки. Скажите, почему решили сделать лотерею? Вы знаете, здесь работы, они разные, авторы разные. 20, я только в Бальжинима, в Азарафон, две работы остальные по одной работе. И чтобы не было обидно, у нас врачи, народ, хорошо разбирается в живописи. Я считаю, что они хорошо разбираются в живописи. И чтобы не было, вот там, вот это досталось и так далее. Лотерея, ради Бога. Попробуйте на нарушение. Вот, пожалуйста. Давайте сделаем это доброе. Я очень благодарна автору картины, Юрию Дармаевичу. Такую замечательную картину нарисовал. Оказалось, что вот для меня. Я очень благодарна, ему очень нравится. Спасибо. Очень люблю живопись, люблю вообще всю культуру. Со школы, помню, как в старших классах мы приходили в этот музей. И у нас были уроки художественной культуры именно здесь, в этом месте. И сегодня мне безумно приятно получить из рук самого художника такой подарок за свой труд. Я очень была растрогана, увидев эту картину, не ожидала. Очень прямо меня это обрадовало. Я даже немножко расплакалась. Вы придумали, куда ее повесить? Ну, я думаю, что в такой красивой картине место найдется везде. Я хочу повесить ее на свое рабочее место, в свой кабинет. Это наш маленький вклад в это, в путь врачам. Ну, как говорила Марха Ям, все можно исправить и вернуть, кроме жизни. Жизнь – это такой ценный дар, над сохранением которого мы трудимся, коллективы всех наших ковидных госпиталей. И хотелось бы людям напомнить об этом. Берегите этот дар.